следующая орхидейка которую вам хочу показать это моя бордовая орхидея в краб крупная которая когда-то я спрашивала у вас корешок или цветонос да то был корешок он уже огромный но тут у меня сюрприз у нас появился и цветонос тоже чему я безумно-безумно рада лезут листья вовсю листочек там еще один листочек эти листочки запыленные хотя и недавно опрыскивала она у меня вот в таком вот кашпо так что я еще придумала хочу вам показать она у меня в кашпо я придумала такую вот штурку подставочку с дырочками для чего это нужно если я ее ставлю вот так вот без этой подставочки получается очень плотно горшочек горшку и получается она дышит только вот сверху и нету зазора по пока что я придумал я сделала вот эту вот подставочку просто из бутылки пластиковой таким образом она у меня стоит у меня получается зазоры везде с каждых сторон у меня получается она дышит и чем мне нравится вот такие вот кашпо очень удобно поливать каждую орхидея у меня в индивидуальном таком скажем поливочном кашпо уже не передаются никакие скажем так если есть какие то ну хотя у меня они все здоровые вот практически есть однако реанимашка про которую вы знаете ну мало ли мало ли какая-то где-то гниль мало ли где-то каждый стоит в своем в своем собственном кашпо очень удобно и быстро поливать то есть оставил всех раз 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 полил вот и орхидейка напилась так что за носик есть еще солнечные дни достаточно света я думаю нам не порадует цветением есть также старый цветонос которая он еще сверху вот тут засушивается дальше еще живой и и что я хотела вам еще показать ее корни а корни то у нас пушистые посмотрите это новые корешки которые она нарастила после пересадки и у нее практически все корни они такие вот пушистые корешки я вычитала что это специальные микроорганизмы полезные которые живут на корнях и лучше она усваивает и влагу и питательные вещества так что в этом нет ничего страшного ничего не нужно выколупывать ничего не нужно скоблить обрабатывать и так далее пушистые корешки это все хорошо корни лезут отовсюду вот охлебка она страшная вот я ее недавно поливала и она опять опять хочет пить надо было ей конечно добавить кокосового волокна кокосовых чипсов туда в субстрат было бы конечно ей побольше влаги а так я скажем так это была моя самая первая пересадка когда-то может быть я смонтирую видео как я ее раньше посадила я ее посадила раньше в шишки потом шишки я поняла что это плохо они расширяются они сужаются шишки вытащились не вытащились она упала у меня вместе с этими шишками мне ребенок сбил ее со столика на пол потом я рассмотрела эти шишки поняла что это не очень хороший вариант потом она у меня переехала в кору и тут она у меня уже скажем так ожила вот такая у нее вот такие у нее раскидистые очень большие листочки очень очень большие цветок сам тоже большой где-то 12 сантиметров бархатный в краб она очень красивая очень красивая она чем-то похожа на дикого кота сорт дикий кот но это не дикий кот вот так что да вот такая орхидейка вот такие вот пушистые корешки у нас прикольные да также я забыла сказать что я с этой орхидейкой сделаю эксперимент если эксперимент у меня удастся я вам обязательно обязательно все расскажу и покажу мне нужно какое-то время так что да дорогие мои подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые новости всем пока пока ждем 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 Субтитры создавал DimaTorzok